Слава, добрый день. Расскажи, пожалуйста, какими судьбами ты оказался здесь, в тренировочном лагере Марка Хука? Пригласили провести тренировочный сбор. В принципе, я здесь впервые на этой прекрасной базе олимпийской подготовки. Здесь провожу свой очередной бой. Готовлюсь к своему очередному поединку, который будет проходить 1 мая в андеркарте боя Дмитрия Пирога. Здесь готовлюсь с Марком Хуком. Хорошие спарринги проводим. Продуктивные, как для меня, так, надеюсь, и для него. Марка показывает неплохую скорость, неудобные корявые удары. В принципе, он боксер нестандартный. Интересно с таким поработать, постоять, набраться опыта, как говорится. Поэтому хороший сбор, хорошая работа идет. Скажи, пожалуйста, вот ты работал в свое время с Александром Поветкиным, сейчас работаешь с Марком Поветкиным. Недавно между собой дрались. Первый вопрос, что бы ты сказал по поводу этого боя? И, во-вторых, вот как бы сравнил, допустим, работу в парах с Маркой и с Александром? Ну, все правильно вы говорите. Последнее время удается поспарринговать с сильнейшими боксерами мира. Денис Лебедев, Саша Поветкин, Марка Хук приехал. В принципе, все чемпионы мира. Работа разная. Саша одна работа. Саша боксер атакующего плана, постоянно давит. Больше у него работа ближней и средней дистанции. Марка, опять повторюсь, нестандартный боксер. Бросает удары под разными углами. Немножко грязноватый, не без этого, в принципе, профессиональный бокс. Надо быть ко всему готовым. Поэтому по их последнему поединку непростой бой, конечно, для Саши. Саша был фаворитом в этом бою. Но Марка Хук проявил свои мужские качества. Доказал, что может конкурировать удачно и в супертяжелом весе. Поэтому хороший опыт для Саши, я думаю. Есть, конечно же, выявились множество ошибок в этом бою. Я думаю, Саша будет их исправлять, работать над этими ошибками. Ну, в принципе, мне только польза. Я стою и с одним, и со вторым. Поэтому могу объективно оценивать уровень бокса как одного, так и второго. Соответственно, и сам набираясь опыта. Но кто более для тебя неудобный соперник? Поветкин или Хук? Вы знаете, с Сашей проводил три сбора. Саша немножко уже так пристрелялся, можно так сказать. С Марком Хуком первый сбор. Вот сейчас полноценный спарринг, в принципе, провели. Мы вчера проводили, так, разминочный. Сегодня полноценный восьмираундовый спарринг. Хороший боец. Можно хорошо поработать с ним. Хорошая скорость. Поэтому неудобный, так сказать. Неудобный, очень быстрый, опасный. Может где-то завязать, подвязать и потом резко взорваться. Поэтому надо быть к нему постоянно готовым. Он может показать, вроде бы, что он расслабленный, но сразу же взрывается и наносит четкие быстрые удары. Поэтому постоянно концентрация с Марком Хуком. Будем работать, будем пристраиваться, пристреливаться, как говорится, и доказывать свою правоту, если так можно сказать. А вот какой момент ты в этом спарринге отрабатываешь? Потому что я слышал, что твой тренер все время, ну, очень часто говорил, бей его по печени. Это вот у тебя какой-то, ты нокаутирующий удар по печени отрабатываешь? Ну, нарабатываем удары, стараемся. В принципе, это тренировочный процесс, поэтому он и есть для этого, чтобы отрабатывать какие-то заготовки, домашние какие-то задания. Сегодня отрабатываем, допустим, удар по печени, завтра будем отрабатывать прямой удар, послезавтра боковой. То есть, ну, это работа, это тренировочный процесс. Здесь усовершенствуем свое мастерство, поэтому четкого такого, конечно, наставления, там, чисто удар по печени отрабатываем, такого нет. Поэтому сегодня одно, завтра другое. Работа идет, поэтому надо работать. И чуть-чуть пару слов о твоем следующем выступлении. Как понимаю, у нас состоится 1 мая в андекарте боя Димы Пирога. Да, соперник разговаривал с Кириллом Чельником, своим промоутером. Он сказал, что соперник будет нигериец, который проживает в Германии. Зовут или кличкой его, или прозвища Бэнк-Бэнк. Точно еще не смотрел. Сейчас буквально накануне с тренером просмотрим его поединки и уже будем конкретно под него готовиться. В принципе, соперник неплохой. Я слышал, он представлял промоутерскую компанию «Юниверсум» одно время. Сейчас не знаю, где он, за какую промоутерскую компанию он выступает. А парень? Ну, накануне просмотрим и будем готовиться под него. Вроде бы говорят, что соперник неплохой, поэтому, в принципе, у меня и спарринг-партнеры неплохие, поэтому подготовка будет на высшем уровне. Слава, спасибо тебе большое и успехов. Спасибо вам, что всегда приезжаете, болеете. Вот на предпоследнем сборе были с Денисом Лебедевым, с Сашей Поветкиным. Спасибо, что освещаете, всегда следите. Я со своей стороны буду упорно все равно тренироваться и показывать красивый, хороший, настоящий бокс. Спасибо, удачи. Спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания.